В обществе не утихают разговоры о том, что Бабанов вернется в Кыргызстан. Подтвердить его скорейший приезд и объяснить вопрос с его высказываниями во время избирательной кампании в Унадыре собрались его сторонники и личный адвокат. Результаты всех четырех экспертиз выявили, что в его речи нет призывов к возбуждению межнациональной вражды, а также к свержению конституционного строя. Российские эксперты назвали обвинения против Бабанова беспочвенными, заявили его представители. По результатам этих экспертиз в качестве адвоката и со стороны защиты были заключения экспертиз специалистов и экспертов приобщены к материалам уголовного дела в ГКНБК РГСК Республики. В последующем со стороны защиты неоднократно заявлялись ходатайства о прекращении уголовного дела. Также они полагают, что Госкомитет нацбезопасности и Генеральная прокуратура должны прекратить уголовные дела против Бабанова. Некоторые политики публично признали, что это дело подлежит прекращению. Всем очевидно, что оно политическое, а не уголовное, заявляют его представители. Почему мы считаем, что это дело политическое? Мы в первую очередь исходим из того, как экс-президент Алмазбек Атамбаев во время предвыборной кампании выступал против Эмирбека Бабанова. Мы все являлись свидетелем этого, насколько он эмоционально, насколько он против него выступал. Уже тогда было ясно, что что-то появится. И появилось вот это уголовное дело. Тем не менее, юристы не назвали конкретных дат, когда бизнесмен придет в Кыргызстан. Сам Бабанов сказал своим адвокатам, что это случится в ближайшее время. Между тем, ГКНБ утверждают, если политик возвратится на родину, то ответит на все предъявленные ему обвинения. Он говорил «уважаемый мой узбекский народ», но он вначале-то сказал «уважаемый мой народ», то есть он обращался не только к узбекам. Если он сказал бы «уважаемый мой узбекский народ» и все, то это был бы другой вопрос. В этом высказывании нет никакого призыва к межнациональной розни. Бабанов говорил эмоционально, и это каждый интерпретировал по-своему. Кроме этого, накануне в соцсетях появилось фото, на котором Эмирбек Бабанов и экс-депутат Ханчуек Ташиев обнявших по-дружески. Ташиев подписал снимок так – «все хорошее только начинается до скорой встречи». Там же говорится, что фотография сделана 25 марта этого года. На вопрос журналистов о том, значит ли это, что оба политика смогут снова объединиться, представители Бабанова ответили следующим образом. «Относительно участия в политике или этого, это, извините, я этот вопрос не выяснял. На эту тему разговоров с ним не было. Это, наверное, вопрос конкретно к нему. К Эмирбеку, кто лучше, когда он приедет». Напомним, что Эмирбек Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата Сурамба Аджиенбекова на президентских выборах в 2017 году. Тогда он набрал 33% голосов и занял второе место. После объявления итогов выборов Бабанов признал свое поражение и поздравил Джиенбекова с победой. Вскоре против Бабанова возбудили несколько уголовных дел. Его подозревали в подготовке к захвату власти и разжигании межнациональной розни. Бизнесмен назвал обвинение в свой адрес абсурдом и произволом со стороны правоохранительных органов.